Ну что, уважаемые коллеги, удалось ли нам там найти ошибки? Да, сейчас у нас все вернулись уже в зал, и мы сейчас попробовали поискать ошибки в объявлениях, объявления поправили, уже фактически подготовили к работе, и вот сейчас про то, как работать с заявителями, которые по нашему объявлению придут. Об этом мы сейчас поговорим с уже знакомой вам Эльвирой, она, не включая камеру, уже сразу включила презентацию. Итак, этап работы с заявителями. Вот мы конкурс объявили, и к нам пошли или не пошли еще заявители, но мы очень хотим, чтобы они пришли. Что надо делать? Как это, что делать? Господи, что делать? Да. Итак, работа с заявителями. На самом деле, мы сейчас будем добавлять новые такие штрихи к нашей картине про грантовый конкурс, который мы вместе с вами сейчас рисуем, такое эпическое полотно. И уже помня про логику грантового цикла, мы понимаем, где и в какой момент у нас возникает работа с заявителями. Как вот говорила Анна Лыгина и Сахалин Энерджи, что для них это самые, наверное, основные важные этапы работы с заявителями, потому что мы можем придумать все что угодно, мы можем придумать самый лучший конкурс, но если к нам не придут те, кого мы ждем, то тех необходимых изменений, которые мы закладывали в дизайн-конкурс, мы не получим. Итак, работа с заявителями. Первый вопрос, который у нас возникает, это вопрос, кто они, кто наши заявители, кого мы хотим увидеть в качестве участников нашего грантового конкурса. И что значит, мы вспоминаем, на каком этапе грантового цикла мы определяем базовые параметры конкурса, и значит, что в самом начале, еще до того, как мы прописали документы, до того, как мы все публично объявили, нам очень четко важно понять, кого мы ждем на этот конкурс, да, кто это будут участники. Это некоммерческие организации, социально ориентированные НКО, или это НКО вообще, то есть среди них могут быть бюджетные, это только организации, или мы добавляем инициативные группы и так далее. Понятно, что ответ на то, кто наши заявители, он происходит из ранее заданных вопросов, которые вам, наверное, уже навязли в зубах, но я очень надеюсь, что они у вас будут там плотно сидеть при проведении любого грантового конкурса, это вопрос, зачем и почему, да, чего мы хотим достичь своим грантовым конкурсом, и это определяет в том числе, кто будут наши заявители. Определяем по тематике, по организационной форме, по опыту работы и так далее, и так далее, здесь могут быть много разных параметров, очень сильно зависит от грантового конкурса. Если мы делаем такой грантовый конкурс, который поливает все, что растет, например, очень часто это конкурсы фондов местных сообществ, цель которых взбодрить, создать такую движуху на территории, поддержать очень много инициатив, чтобы началась такая жизнь, и люди придумывали какие-то инициативы, тогда здесь у нас может быть как бы одна планка, один фильтр настраиваемый на наших заявителей. Если мы проводим какой-то конкурс, в котором нам, допустим, конкурс фонда Тимченко, сейчас я, там, семейный форматор, по-моему, называется, да, когда мы, там у них есть цель отбора лучших практик, уже с доказанной эффективностью, работающих с профилактикой сиротства. И тогда понятно, что у нас гораздо там более тонкая оптика будет на то, кто наши заявители, да, и гораздо более параметров, больше по этому, по как бы этому вопросу. Вот, это как раз, возвращаясь к вопросу, который задавала, если не ошибаюсь, Ольга в чате, да, очень хороший вопрос, что мы проводим грантовый конкурс, мы очень четко прописываем техническое задание, и к нам приходят более качественные проекты, но, с другой стороны, вопрос, не отсекаем ли мы конкуренцию. Здесь, опять же, очень сильно зависит от цели вашего конкурса, да, то есть, если вы хотите много всего полить, да, это одна история и одни фильтры. Хотим прицельно поддержать, там, лучшие истории, лучшие инициативы, лучшие организации, там, с доказанной эффективностью, это другая история. И, соответственно, ну, вот здесь, как бы, мне кажется, что очень, на самом деле, такой честный момент, да, потому что грантовый, ну, как бы, заявители, приходя на грантовый конкурс, они авансируют свое время на подготовку заявки, на разбор, там, с документацией, да, на выстраивание, на перекладывание социального проекта на логику социальной, ну, заявки на конкурс. И, соответственно, будет честно, если вы, как организатор конкурса, очень четко пропишите в документах, как бы, кто конкретно вам нужен, кого конкретно вы ждете, по каким параметрам, да, тогда к вам придут именно те, кого вы ждете, и они, как бы, ну, у них будет честная, как бы, возможность эту поддержку получить. Вот. И здесь еще один хороший вопрос для вас же опять, да, когда вы понимаете, кто эти заявители, есть ли они реально в той территории или в той сфере, в которой вы проводите, да, ну, допустим, если это конкурс для практики, доказанный эффективностью, а есть ли у нас уже реальные организации, практики которых соответствуют этим критериям, да. Ну, и, опять же, вопрос, который мы уже задавали, а готовы ли они реально участвовать в конкурсе. Совокупность ответов на эти вопросы даст вам понимание того, что вы должны прописать в документе про своих заявителей. Следующее, да, то есть мы, вот, как бы, мы определили, кто наши заявители, мы четко все это красиво и правильно, правильными словами, которые дадут им определить, там, найти себя в нашем конкурсе, описали в конкурсных документах. И дальше наша задача на этапе, вспоминаем, да, у нас этап публичное проведение конкурса, фаза. Нам очень важно широко информировать наших заявителей о том, что конкурс проходит, да, и мы, здесь для нас очень важно понимать, а где наши заявители, когда у нас нарисован четкий портрет, кто наши заявители. Мы понимаем, а какие каналы коммуникации для них будут адекватны, да, где мы их можем найти, где они обитают, места их обитания, да, как они получают информацию. Если это организации, работающие там с пожилыми, это может быть одна история. Если это молодежная организация, это может быть другая история, да. Если это, там, инициативная группа, это третий канал коммуникации, да, то есть мы для себя как бы простраиваем вот эту вот карту каналов коммуникации, где мы рассказываем про наш конкурс, определяем, с какой регулярностью мы это делаем, какую тематику мы поддаем, да, вот в этот конкурс и в эти сообщения, каких лидеров мнений мы привлекаем для того, чтобы рассказать о своем конкурсе и инициировать внимание дополнительное к его проведению. То есть это все как бы вот такая работа с информационным пространством, про которое дополнительно и прекрасно сейчас после будет говорить Елена Темичева. Вот, плюс еще здесь вот такое возникает дополнительное на стадии информирования работы с заявителями, потому что если у нас, например, конкурс по приглашениям, тогда у нас индивидуальные адресные приглашения, да, и как здесь нам важно понять, какие у нас критерии отбора, да, как мы выбираем эти организации, которых мы будем приглашать индивидуально, какой месседж мы даем. Но на самом деле индивидуальные адресные приглашения могут быть как частью большого публичного конкурса, потому что, например, у нас есть база данных наших заявителей прошлых лет, победителей прошлых лет, да, и мы дополнительно к вот таким широким каналам коммуникации используем еще адресную рассылку, мы делаем там рассылку о том, что коллеги, гиги, внимание, у нас снова грантовый конкурс, мы очень вас ждем, вы были большие молодцы в прошлые годы, и мы ждем такой же от вас активности в этом году. Вот, и это про индивидуальные адресные рассылки. Итак, следующий этап, мы максимально как бы на этом этапе, наша задача охватить нужных нам заявителей, донести информацию о грантовом конкурсе до тех, кто нам потенциально интересен на конкурсе, вот, и здесь мы все эти инструменты задействуем. Следующий этап, люди узнали про наш конкурс, и мы вот в рамках публичного проведения конкурса, мы говорили, что там есть еще задачи, например, консультирования, обучения заявителей, да, то есть здесь про обучение мы сейчас чуть попозже поговорим, вот про консультирование, да, что здесь очень важно учитывать. Первое, то, что максимальная публичность и прозрачность всех условий конкурса должна быть доступна любому заявителю потенциальному, да, то есть на сайте у нас, на других каналах коммуникаций, которые мы используем. Сейчас, прошу прощения, я перескочила почему-то, ага, все, у меня тут какая-то ерунда с мышкой происходит, простите, мышь взбесилась. Итак, в том числе, мне кажется, вот очень важным на этом же этапе максимальная прозрачность с точки зрения отчетности, да, то есть что заявители должны понимать, что если вдруг им случится, на них свалится такое счастье или несчастье с победителями, то они понимают, какие у них будут обязательства с точки зрения отчетности потом, да, что они должны будут сделать, в каком виде отчитаться, как правильно, чтобы закрыть грант. Вот, и понятно, что все сроки, сроки не только проведения конкурса, не только конкурсного отбора, но очень здорово, если заявители все понимают сроки, когда происходит там прием заявок, когда происходит экспертиза, и в какой момент они будут узнать об итогах конкурса, потому что если эта публичная информация не озвучивается, тогда у вас там большой шкал будет звонков и писем, и нагрузка на гранд-менеджер, который должен быть каждому заявителю отвечать, а когда же появится результат. Да, у нас очень здорово, если у нас на этом этапе разработаны четкие методические рекомендации по заполнению заявки, да, и каждый заявитель имеет возможность понимать, что вы ждете внутри этой заявки, в каждом из полей, в каждом их разделах, какие документы должны быть присоединены и так далее и тому подобное, да, то есть это опять же снижает нагрузку с гранд-менеджера и делает более понятным, более прозрачным конкурс для всех. Хорошая очень практика, которая появляется в разных конкурсах уже не первый год, это видеоинструкции, да, по заполнению конкретных разделов заявки и подсказок вас как организатора, а что вы ждете в том или ином разделе. Раздел часто задающиеся вопросы, да, подготовленный качественный раздел, и здесь очень полезно как бы вам собирать те вопросы, которые поступают в телефонных письменных консультациях, понимать, какие из них являются типовыми и готовить на них ответы и пополнять этот раздел. Да, проведение очных телефонных письменных консультаций, возможность этих форматов, опять же, очень сильно зависит, если вы проводите конкурсы там на всю страну, это скорее телефонные письменные консультации, если вы проводите конкурс на своей территории, то у вас большая дополнительная возможность проводить в том числе и очные консультации, может быть, заявлять какие-то отдельные очные консультации, может быть, заявлять, например, отдельно публичные слушания проектов, как, например, делается в конкурсе грантов мэра Москвы, да, когда потенциальные зрители могут прийти, рассказать про свою идею и получить обратную связь от других слушателей, от экспертов по поводу того, что может быть удачно, что неудачно, и как все это можно доработать до качественной заявки. И, соответственно, тоже очень важным этапом на этом этапе, мне кажется, в работе с заявителями не забывать про обратную связь по процессу. То есть, например, если заявка поступила, приходит информация о том, что ваша заявка поступила, спасибо. Если заявка прошла рассмотрение на формальные критерии участия в конкурсе, отбивка приходит, что спасибо большое, ваша заявка рассмотрена по формальным критериям и принята на экспертизу и так далее. Чтобы все заявители были охвачены и понимали, что в какой момент происходит с их заявкой и как это все движется. Помимо консультирования, очень часто в грантовый конкурс проведение его закладывается обучение. И здесь, опять же, тоже вам нужно понимать, проводите вы или не проводите, отвечать себя на вопрос, как бы, чему, кого, сколько, в каком объеме вы будете обучать заявителей. Ну, чаще всего понятно, что обучение, как бы, это обучение социальному проектированию, да, и здесь очень многие грантодающие структуры идут по пути создания таких онлайн-курсов, да, как, например, большой прекрасный курс фонда президентских грантов, который в любой момент заявители могут пройти и, как бы, прокачать свой навык социальному проектированию. Да, если бы сначала знания, потом уже и навыки, потренировавшиеся в социальному проектированию. Вот, а чему еще обучают? Обучают подачам, особенностям подачи заявки на конкретный грант. А как социальные проекты переложить на ту конкретную форму, которую разработали вы, подсветить те моменты в заявке, которые важны конкретно для вас, выделить, как бы, вот в этой логике, что необходимо, потому что понятно, что в каждом грантовом конкурсе там заявка — это некоторое прокрустного ложа, в которое социальный проект укладывается, да, и в один грантовый конкурс социальный проект один может уложиться так, а в другой тот же самый социальный проект по-другому. И поэтому здесь заявителям очень важно знать о том, какие же ваши требования, да, в заявке. И понятно, что очень часто там и правильно проводится обучение подачи заявки на грант. Что еще хорошо и что еще работает во многих грантовых конкурсах? Проводится обучение трендам в тематике конкурса, да, особенно если это какой-то не широкий полив, а какая-то вот более там специальное направление выделенное, то очень здорово, что организаторы конкурса привлекают экспертов этой тематики и рассказывают некоммерческим организациям про то, а какие сейчас есть новинки, а какие сейчас есть социальные тренды, а какие есть новые технологии, которые появились и так далее, и так далее, да, Потому что если мы хотим привнести чего-то нового, если вы выращивали всю жизнь картошку, то вряд ли вы сможете вырастить авокадо, если вы не знаете, как его выращивать, что вообще он существует и как с ним нужно обходиться. Поэтому здесь, конечно, очень важно, вот такие дополнительные вбросы содержательные, они позволяют повысить качество заявок в вашем конкурсе. И, соответственно, говоря про обучение, здесь еще может быть, если мы говорим именно про заявителей, то если заявители не стали победителями, то может проводиться обучение работы над ошибками. Это очень частая практика, допустим, для бизнес-компаний, которые работают на территории, для них очень важно, чтобы на следующий год пришли заявители, и для них очень важно, чтобы заявители получили качественную обратную связь, а что же было не так, и могли доработать свои проектные заявки. Поэтому работа над ошибками – это часто элемент грантового цикла, элемент работы с заявителями в таких конкурсах. И, соответственно, здесь же может уже, если мы тему обучения чуть-чуть шире рассматриваем, не только с заявителями, то, по большому счету, внутри грантового цикла обучение может быть на каждом, по большому счету, этапе, там, где у нас есть работа с внешними людьми, с заявителями, с победителями, и с теми, кто вышел с грантового цикла, потому что на самом деле там разные задачи. Ну, допустим, когда я работала с компанией «Газпромнефть» на грантовом конкурсе, да, то есть у нас, на самом деле, мы старались в какой-то период давать обучение на каждом этапе. То есть для заявителя это было одно обучение, для победителей – другое обучение, которое позволяло им более качественно реализовывать свои проекты. И для тех, кто вышел из грантового цикла, это третий какие-то еще блок информации, который позволял бы быть более устойчивым после того, как уже завершилась поддержка, да, то есть там семинары по фандрайзингу, по партнерству построения и так далее и тому подобное. То есть то, что поможет уже выйти из грантового цикла, сделать проект более устойчивым, более жизнеспособным. Вот, поэтому вы для себя это тоже как бы просматриваете и думаете, как бы, что из этого вам нужно, на каком этапе и чему вы собираетесь учить ваших заявителей. Следующий момент. На этапе приема заявок, да, уже вот мы, там, идя по грантовому циклу, в том числе и работа с заявителями, когда мы принимаем заявки от заявителей, что здесь на самом деле, мне кажется, очень важным и что важно дополнить, да, что хорошо бы, чтобы вашим заявителям потенциально приходили какие-то напоминания о процессе, о том, что грантовый, ну вот, о каких-то дедлайнах, о каких-то требованиях. Если особенно вы проводите через онлайн-платформу, это очень удобно, там можно сделать какие-то настройки, допустим, если люди зашли, завели кабинет рабочий, но при этом там что-то произошло, какой-то там заявка не заполняется, то, может быть, им может прийти отбивка с напоминанием о том, что там столько-то дней осталось до подачи конкурса, мы видим, что вы там работаете, но пока не завершили, есть ли у вас какие-то вопросы и так далее и тому подобное, да. То есть здесь, опять же, очень большой вопрос о степени вовлеченности в этот процесс и того, как бы массово мы, да, всех опыляем, или же у нас есть вот как бы какое-то количество организаций, с которыми мы более такая бутиковая история и более пастомизированная работа с ними идет, да, и когда мы там им напоминаем, можем что-то там дополнительно проконсультировать, уточнить, все ли они в порядке, да, и это, опять же, очень зависит от дизайна нашего конкурса. Да, опять же, про проверку комплектности заявителей, да, то есть мы, получая заявку, мы проверяем, все ли в порядке, все, соответственно, формальным признаком, приложены ли все необходимые документы и так далее, да, то есть здесь тоже очень важно давать четко вовремя там обратную связь с заявителем и возможность их там дополнить эти документы. И, наконец, вот это вот то, что я уже тоже говорила чуть-чуть выше, да, что очень важно, давать обратную связь на всех этапах, да, подано, принято рассматриваться экспертами. Это, во-первых, такое, как бы, уважение к заявителям, да, что вы поддерживаете с ними связь, и вы там их вопросы предваряете, и их беспокойство предваряете о том, что там происходит с заявкой, потому что, очевидно, они есть. Вот, а во-вторых, вы разгружаете гранд-пол менеджера, потому что если вы, как бы, не встроили это в систему работы с заявителями, то эти вопросы, это не значит, что эти вопросы не будут возникать, они будут возникать, просто будут требовать дополнительного вашего внимания. Вот, и что на таком вот на финале, вот если мы говорим именно про заявителей, да, что мне кажется еще важным, это то, что, вот если вы сейчас вспомните, когда мы говорили про гранд-пол цикл, и про подведение итогов, мы говорили о том, что для того, чтобы понимать, а как нам дальше развивать свой гранд-пол конкурс, нам очень важна обратная связь. На разных этапах обратная связь от наших заявителей, и не только заявителей, прошу прощения, от заявителей, от экспертов, от победителей, от партнеров, других заинтересованных сторон, от доноров, то есть мы ее собираем по тем параметрам, которые для нас важны, и на основании этого принимаем решение, как мы дальше развиваемся. И вот мне кажется, что очень важно, ну, по крайней мере, если вы правда это планируете развивать, то было бы очень здорово, если бы вы запрашивали от ваших заявителей обратную связь по тем моментам, которые вот вам важны, по настраиваемым каким-то процессам, которые вы правда собираетесь перестраивать, да, для учета на новом этапе гранд-пол цикла. Это можно делать очень просто, сразу с использованием таких инструментов, как Google Form, SurveyMonkey или другие, то есть те инструменты, которые позволяют вам очень легко собрать обратную связь и в агрегированном виде ее увидеть. Да, что вы можете здесь спрашивать? Именно то, что вам, в принципе, по поводу чего вам хотелось бы получить обратную связь. Например, откуда они узнали о вашем конкурсе, да, и это даст вам понимание, какие каналы сработали, какие не сработали. Значит, что было самое сложное на этапе подачи заявки? Им можно здесь предложить какие-то варианты, да, там техническая история или разработать заявку или что-то еще. Проходили, не проходили обучение? Если проходили, как оценивают? Если проходили и как-то оценили, понимают ли, что еще какой-то информации не хватило? Получали ли консультации? В каком количестве, в каком формате? Да, имея вот такую раскладку, особенно если у вас большой конкурс, вы сможете увидеть, во что вам имеет смысл дальше вкладывать усилия, вот, а что может быть сейчас, как бы, ну, там, вы в это вложили усилия, а это не так востребовано, да, например, там, не знаю, пользовались ли видеоинструкциями и так далее. То есть вот то, что вам, в принципе, важно, понимать то, во что вы вкладывали усилия в работе с заявителями, и хотелось бы понять, дает ли это результат тот, который нужен, насколько это оценивается заявителями эта работа, и чего им в этой работе не хватает. Вот, и такая подсказка, лайфхак, что лучше всего такую форму подготовить и спросить их в тот момент, когда они уже подали заявку и мотивированы, да, на то, чтобы вот как бы взаимодействовать с вами, но еще не подведены результаты, да, обычно вот в этот лаг, в этот промежуток мы проводим опрос, потому что если мы проведем его уже после того, как результаты известны, то вероятность того, что вы соберете обратную связь от заявителей не старших победителями, она становится, естественно, ниже. Вот, здесь же вот опять же там опрос, который тоже очень интересно использовать, это опрос там с экспертами, да, когда они провели там экспертизу, что они увидели в заявках, как там удобно ли им это было с этим работать и так далее, и так далее. Ну, то есть это вот к тому, что обратную связь мы собираем всегда везде, ну, если она нам реально нужна, если мы реально с ней что-то собираемся делать, а не просто для того, чтобы спросить их. Вот, и на самом деле, мне кажется, что я на сегодня завершаю с вами работу, мне было это очень приятно, очень здорово, и мне кажется, что там школа грандмейкинга – это один из таких любимых, тепло, нежно любимых и тепло, к которому отношусь, проектов, и мне кажется, действительно, очень важный для развития профессионального сообщества грандмейкеров. Вот, спасибо еще раз за приглашение, коллеги. Я закончила, если у вас какие-то вопросы, то готова на них ответить. Спасибо огромное. Такое очень понятное, ты рассказала про то, как работать с заявителями, потому что это такая часть работы, которая тоже занимает большое количество времени, и от нее очень много чего зависит. От того, как мы поработаем с заявителями, очень многое зависит от того, что у нас там дальше в конце конкурса произойдет. И если мы сетуем на плохие заявки или на то, что их мало, или на то, что к нам пришли те, кто не должен был приходить, это в том числе часто косяки нас, как тех, кто проводит конкурс, потому что это значит, что мы что-то не объяснили, не рассказали. И если те, кто реализуют проекты, испытывают какой-то дискомфорт, это тоже часто от нас может зависеть, как от организатора. Но я думаю, что мы к этому еще вернемся, когда мы будем говорить завтра о следующих этапах конкурса. Спасибо огромное. И за очень содержательные выступления, и за работу с группой, потому что ты модерировала группу. Спасибо тебе большое. И мы дальше переходим к следующему очень важному вопросу. Ну, раз уж мы конкурс объявляем, значит, и начинаем публично коммуницировать, то вопрос коммуникации в грантовом конкурсе обойти нельзя. Куда без них, без коммуникации? Надо коммуницировать и с донором, и с грантополучателями, и вообще с сообществом. И я с удовольствием передаю слово эксперту этой части нашей беседы, Елене Кемичевой, директору по коммуникациям и стратегическому развитию Центра Благосфера. Лен, пожалуйста. Спасибо большое, Марина. Здравствуйте, коллеги. Тоже была рада уже с кем-то плотно поработать в группе за прошедшее время. Ну, а мы с вами действительно сейчас попробуем погрузиться в волшебный мир коммуникации. И здесь мы с вами будем, попробуем, да, посмотреть, какие же моменты нам с вами нужно учесть, чтобы максимально беспроблемно, да, вот как по нотам двигаться с нашим конкурсом. Поэтому давайте пройдемся по каким-то основным правилам. Мне немножко Эльвира облегчила задачу, потому что упомянула уже про самые главные правила коммуникации. Ну, как водится, дважды, а на самом деле трижды услышанные, как нам говорят психологи, это наиболее правильная история, это то, что позволяет это запомнить. Поэтому давайте вот прежде чем разберем какую-то конкретику грантового конкурса, два слова про теорию коммуникации. Вот основная ошибка, которую мы допускаем, вне зависимости от того, про что мы хотим рассказать нашей аудитории, это то, что мы начинаем с конца. Мы, как правило, начинаем с того, что вот у нас есть теперь положение о конкурсе, или вот у нас есть объявление о конкурсе, и вот давайте мы его опубликуем. А на самом деле это самое сообщение, вот если мы с вами смотрим на эту картинку, оно находится в конце. Для того, чтобы нам его запустить, мы начинаем, конечно, с целевой аудитории. И здесь основная вещь, которую мы должны понимать, что не мы должны привести за уши аудиторию там, где мы хотим, чтобы она услышала о нашем конкурсе, а мы должны пойти в места обитания этой аудитории. Вот это ключевая вещь, которую надо всегда помнить, когда мы работаем с информационным обеспечением чего бы то ни было. И понятно, целевая аудитория имеет портрет. Я не буду здесь останавливаться на портрете целевой аудитории, на социодемографических и политических характеристиках. Ясно, что про это все можно почитать и найти в свободном доступе. Что нам с вами важно, что вне зависимости от того, говорим ли мы об аудитории в плане организации, бюджетного учреждения, все равно там люди, все равно эти люди где-то берут информацию. И ошибка опубликовать, например, у себя на сайте или опубликовать на сайте администрации и думать, что этого достаточно, туда придут и посмотрят. Нет. И то же самое, большой вопрос к средствам массовой информации. Мы точно уверены, что вот эти небольшие группы соседских сообществ или молодежных инициатив смотрят наше самое главное и крутое городское СМИ, финансируемое администрацией. Надо ли нам добиваться того, чтобы ровно там это прозвучало? Ну или надо просто с какими-то другими целями? Итак, мы изучаем информационные привычки аудитории и, исходя из этого, готовим решение. Например, вот, пожалуйста, конкурс для некоммерческих организаций и бюджетных учреждений в сфере культуры. Куда мы прежде всего пойдем? Мы будем изучать, где общаются, как профессиональные сообщества, те люди, которые работают в такого рода организации. Существуют ли какие-то специальные рассылки для них? Есть ли какие-то профессиональные площадки, где они регулярно собираются и где будет возможным нам с вами встроиться со своим сообщением? Выступить на совещании, прийти на площадку какого-то фестиваля и договориться там развесить объявления в разных форматах. Но главное, что это то место, где будет совокупность вашей аудитории. Тематические информационные ресурсы про то, чем занимаются аудитории, поэтому, наверное, можно сделать предположение, что они эти ресурсы читают, эти ресурсы просматривают. Поскольку у нас здесь с вами есть бюджетное учреждение, то да, органы власти, регулирующие деятельность в сфере культуры и их информационные ресурсы и каналы. Вот здесь, наверное, будет уместен сайт местного Минкульта, например, или какой-то еще сопутствующего отделения, регулирующего деятельность этой организации. А вот если мы с вами говорим о конкурсе для городских сообществ, то мы с вами в первую очередь побежим не на сайт городской администрации, даже, скорее всего, потому что, ну, смотря о каких сообществах, конечно, идет речь, но в целом, если мы с вами говорим про какие-то, например, ну, достаточно такие субкультурные, да, образования или младежное образование, то мы будем выяснять, какие у них популярные площадки, кого они читают в соцсетях. И это может быть не ресурс организации, это может быть личный аккаунт, где они собираются, можем ли мы туда прийти с этой информацией или договориться, что она там распространяется каким-либо образом. Да, по тематике работы понятно, что если там это экологи одно, если велосипедисты, это другое. Ну, это, да, могут быть какие-то из СМИ, если они существуют, если их действительно читает эта аудитория, тут самое главное себя не обманывать, что вот этот там ресурс нас поддерживает такое крутое, там, например, какое-нибудь городское агентство, они нас все опубликуют отлично, но уверены, что эту ленту читают велосипедисты в возрасте, не знаю, 18-24 лет, которые входят в целевую аудиторию. И вот следующее, в чем нам с вами нужно разобраться, это в балансе своих собственных информационных ресурсов и ресурсов и тех каналов коммуникации, других которых мы здесь привлекаем. То есть наш информационный ресурс – это тоже один из каналов коммуникации. И когда мы говорим про использование, ну, таких своих базовых ресурсов, это сайты, это социальные сети, здесь же пишем через запятую, то это вот то место, где уместно максимально подробно и с дополнительными материалами, со ссылками на положение, на формы заявок, возможно, с какими-то дополнительными вопросами рассказать все то, что мы хотим рассказать о конкурсе, все то, что мы должны про это сказать. Но это не значит, что этот канал коммуникации всегда будет работать напрямую. Что значит напрямую? Что аудитория придет именно на ваш сайт, что вы уверены, что вот эта целевая аудитория – это ваш сайт, это место обитания для него. Если это так, если, например, вы ресурсный центр НКО, и НКО имеет привычку просматривать ваш сайт, это круто, значит, это совпало, и вы в данном случае имеете возможность так усовместить полезное с приятным. Но в большинстве случаев, когда мы с вами работаем и настраиваемся под разные целевые аудитории, сайт выступает парковкой. То есть там, где вы запарковали вот этот основной пакет материалов, и дальше в любых других каналах коммуникации вы используете ссылку на либо головное объявление, либо просто на сам сайт, либо на его раздел, который посвящен этому. То есть вы просто приводите туда за подробностями, не строй иллюзий, что это ваш основной канал коммуникации, и будет достаточно рассказать на нем о вашем конкурсе. Давайте немножко посмотрим вот этот баланс не только по какому-то просто объему информации, не только по форматам, но и по, ну, такой, что ли, необходимости, да, разработки. Такой, можно сказать, джентльменский такой набор информационный пакет у вас потом будет в дополнительных материалах участников обязательно набор документов. Там вы также увидите такую памятку информационного пакета. Но тут важно сказать, вот что там внутри. Ну вот если мы говорим, что у нас есть базовый текст объявления, что такое базовый текст, это тот, который включает максимальное количество разъясняющих подробностей. Это не значит, что это то же самое, что положение о конкурсе, где мы с вами вот в пунктах каратенечка страниц на шесть все расписали. Нет, это все-таки объявление как самоцельный документ, который можно прочитать за один раз. Ну, там я бы рекомендовала, чтобы это было не более одной-двух страниц. Лучше это, если мы говорим про базовый текст, да, лучше одна. Но здесь написано вот все то, что дает достаточную информацию про ваш конкурс. Обязательно, вот вспоминая наше упражнение в работе в группах, когда мы разбирали текст объявления, обязательно не пропустить что, где, когда, почему, отразить приоритеты и так далее. Если мы с вами говорим о том, как это объявление, вот это базовый текст будет отражаться на других ресурсах, конечно, оно будет видоизменяться. И вот здесь нужна очень такая тонкая вещь, потому что, с одной стороны, нельзя дезориентировать, с одной стороны, нельзя убрать те минимальные подробности, которые нужны, где бы не появилось это объявление. Ну, например, если не будет ясно, кто будет участвовать в конкурсе из вашего сокращенного там текста с учетом формата СМИ или еще чего-то, то это неправильно. Это вы, значит, неправильно информационно сработали. Но при этом там, например, может не содержаться большого количества другой дополнительной информации, которую вы можете расположить на своем сайте. Ответы на вопросы, варианты консультирования, какие-то дополнительные материалы для того, чтобы прописаться в теме, ссылки на предыдущие конкурсы, что угодно. Вот это все, это то, что базируется вот в этом большом материале в виде сквозных ссылок или отдельного текста. Также вы на своих ресурсах, безусловно, используете свой ресурс социальных сетей. Сегодня это один из базовых каналов коммуникации в нашем, в принципе, в нашем обществе. Все об этом исследования говорят. И когда мы с вами говорим о постах в соцсетях, во-первых, мы говорим о серии постов обязательно. Весь период объявления конкурса – это не только точка, когда вы прямо первый раз о нем рассказали. Это некое длительное время, в котором вы напоминаете об этом и даете, например, все больше и больше подробностей или публикуете какие-то ссылки на отдельные инструкции, опять же, переведя как на базу на ваш сайт. Вы можете делать отдельным материалом ответы на самые популярные вопросы, располагать их там. Можете делать из этого серию постов, опять же, можете делать, как говорила Эля, видеоинструкцию, но в любом случае это будет некий такой большой объем информации дополнительный. Если же мы вот с вами говорим про внешние ресурсы и про распространение там, то вот текст, например, для email-рассылки, который вы формируете, впихнуть в письмо, вот то, что, например, я очень частенько встречаю. Так получилось, что просто по своему характеру работы я очень большое количество получаю почты, которые ко мне адресуются с различными объявлениями и запросами. И вот когда в тексте письма там просто полностью подробнейшее положение и так далее, но это просто начнем с того, что неудобно читать в письме, мы с вами должны сократить вот до этого необходимого минимума. А вот если мы с вами говорим, например, о релизе анонса для средств массовой информации, это то же самое, что объявление? Или все-таки немножко другое? Вот здесь нужно вспомнить про правила пяти золотых вопросов к любому распространению информации, да, что, кто, где, когда, почему. И вот когда мы распространяем с вами через какой-то другой ресурс, во-первых, нам нужно понять, что этот канал, это канал релевантный для нашей аудитории целевой, что она туда придет, это и прочитает, и увидит. А во-вторых, мы тут с вами вспоминаем, что вот это самое почему, вот здесь мы можем раскрасить и обосновать, исходя из направленности и стилистики СМИ, исходя из того, кому мы адресуем. Что значит разнообразить и направить? Вот туда могут добавляться не только сухие положения, не только сухие строчки положения, туда могут добавляться наши цитаты, туда могут добавляться какие-то мнения, туда могут добавляться даже дополнительные материалы, которые мы как сверстанные прибавляем, да, к этому. Например, картинка-постер, который вы можете использовать как в соцсетях, как на сайте, но и как иллюстрацию для СМИ, чтобы, не знаю, к вашему объявлению о конкурсе про то, что вы хотите какое-нибудь там, не знаю, новое поколение активных горожан, а картиночку СМИ прилепят, не знаю, не очень благополучную молодежь, сидящую и что-нибудь там потребляющую, судя по их выражению, лиц на скамеечке. Такое тоже случалось. Попробуйте дать варианты этому, например, какую-то картинку. Объявление-постер, если мы говорим про полиграфическую продукцию, очевидным образом не может и не будет содержать всех этих подробностей, но зато будет обязательно содержать ссылки в удобном для аудитории виде на вот эту самую базу, на вашу парковку информации. Это не только могут быть ссылки на сайт. Помним, что в наглядных материалах мы с вами не пишем длинных ссылок. QR-код хорошо бы сгенерить и его использовать. Ну, в общем, там есть варианты, это тоже в каждом случае зависит, но главное, что мы себе это представляем и помним. Еще один вид объявления, да, такого информирования – это провести специальные события. И вот когда говорят «специальные события и конкурс», немедленно ответ – это, конечно, пресс-конференция, ну что же это еще может быть, да, объявление о конкурсе. Это совершенно не так, это не обязательно пресс-конференция. Более того, поскольку мы с вами уже наученные 20 раз посмотрим, а нужно ли правда нам стучаться в большое средство массовой информации, и правда ли, что там наша целевая аудитория это прочтет, или мы сами себя так успокаиваем, или это для имиджа. Вообще нужна ли она, да? Ну, если нужна – хорошо. Такое тоже бывает, если это особенно маленькая территория, ограниченное количество информационных ресурсов, все напишут, точно все где-то прочтут, важные вам люди. Но все-таки давайте посмотрим шире. И когда мы говорим про конкурс, про специальные события, вообще чаще всего речь идет о презентации. А вот в каком виде презентации – это вот уже на ваш вкус, на вашу фантазию, на ваш креатив, плюс, естественно, понимание, опять же, где водится ваша целевая аудитория. Вы можете прийти в тот же городской каворкинг, это говорится, что там специальный ивент делаете. Вы можете сделать онлайн-объявление конкурса, зная, что все ваши визави, например, из каких-нибудь там бюджетных учреждений в определенной тематике смогут это послушать и посмотреть. Вы можете сделать продлящийся некий онлайн-эфир, в котором будете отвечать на вопросы об этом конкурсе. В общем, здесь все, нет каких-то ограничений, здесь все определяете вы сами и, конечно, рассматриваете релевантность такого события. Ну и здесь очень важно помнить, что у вас есть союзники для того, чтобы эту информацию доносить, что вы не одни. Вы не одни должны плясать на этой арене и бесконечно убеждать, что извлекать, подавать заявки. Во-первых, это те, кто уже, либо уже получил, да, когда-то от вас грант, если вы не первый раз проводите. И тут прямо прекрасно попросить их про это рассказать, про свой опыт, почему они приняли участие. Это формат или событий, это будут цитаты в релизе, это уже варианты, да. Или, например, попросить их задать вопросы и даже выступить с критикой. И этого мы не боимся на специальном событии, особенно если вы скажете, что, так, мы уже это учли. Да, в прошлом году это было сложно, но вот сейчас мы учли, и вот смотрите, что мы для вас подготовили. Почему советуют принять, да, как, от чего удалось дощтить организации. И также и другие, например, заинтересованные стороны, если вы ни разу не проводили конкурс, тут может быть и местная администрация, и люди, которые живут на территории, которые, например, будут здоровы, если поддержат экологические проекты, да, которые могут ответить, почему они такую идею поддерживают, почему это так здорово, чем это поможет городу, ну и так далее. Вы видите вопросы, на которые могут отвечать ваши потенциальные союзники. Ну и вот последнее, о чем я хочу сказать, о том, что обязательно давайте возможность спрашивать. Вот Эля говорила про обратную связь, как некоторый такой элемент, чтобы в дальнейшем поправить что-то в грантовом конкурсе, но это даже иногда не про следующий цикл. Иногда это про оперативные решения и про изменение вектора вот этого самого информирования, будь то потенциальные участники или партнеры. И здесь у вас есть варианты, например, открытия горячей линии, когда вы просто работаете в каком-то таком горячем режиме, принимая вопросы. Но здесь нужно смотреть, насколько это релевантно вашей ситуации, насколько много потенциально заявителей, насколько вы можете экспертно это обеспечить, чтобы работали так с консультацией, и насколько вы, в принципе, обладаете ресурсами, чтобы это сделать. Но если ее нету, то просто придумайте другой вариант, который позволит вам собирать эти отклики. Если вы поставите сразу заглушку, вот так, хоп, выпустили в форточку информацию, и окошко прикрыли, и ждете там, когда вам там другим путем по почте или как-то придет, это тут же снижает доверие и варианты коммуникации. Это все, о чем я сегодня хотела вам рассказать, и надеюсь, что запуск вашего грантового конкурса точно пройдет как по маслу, да, и как по нотам. Спасибо огромное. Теперь мы все знаем про коммуникации, осталось все сделать. Дело за малым. Дело за малым, да. Уже когда все знаешь, то тогда уже проще, потому что мы понимаем, что нам надо делать, и остается только пошагово это сделать. Ну что, уважаемые коллеги, значит, мы сейчас с вами приступаем к завершающей части нашего сегодняшнего дня. Сегодняшний день закончился. Спасибо, Лена, огромное за твой рассказ и очень интересную презентацию. Да, вот я тут увидела, что кто-то собирается уходить, но предупреждаю, что все, у кого есть еще хотя бы 15 минут, не отсоединяйтесь, потому что у нас впереди розыгрыш и подведение итогов, и анонс следующего дня. И сейчас я хотела бы предоставить слово, очень короткое слово нашим уже знакомым вам некоторым спикерам, имеющим огромный практический опыт проведения грантовых конкурсов, вот для того, чтобы они несколько слов буквально сказали о том, что они думают об этой вот части работы, о запуске грантовых конкурсов. Пожалуйста, помогите нам услышать мнение экспертов. Самый надежный способ, конечно, это когда конкурс уже работает какое-то время, и участники конкурса приводят новых. Это происходит неизбежно, они приводят новых. И вот это вот тогда получается, что информация распространяется как бы сама, потому что ты уже попал в целевую аудиторию, и она сама как бы воспроизводит эту информацию. Надо идти от потребности самой аудитории, то есть надо в первую очередь узнать, где находится твоя аудитория. То есть не те инструменты, которые ты можешь использовать, а какие инструменты воспринимает аудитория, потому что они могут очень сильно различаться, и тогда в конкурсе будут комбинироваться разные инструменты. Важно выделить, найти, где этот канал, чтобы достучаться. Потому что вариант, чтобы про конкурсы говорили с экранов телевизоров, там первый канал и про всё рассказывать, он, конечно, наверное, приятен, но это, как мы все любим сравнивать, когда что-то идёт не так, как микроскопом гвозди забивать. Консультации. Вот это, наверное, самое важное, на этой индивидуальной консультации именно особенно для новичков на момент разработки проекта. Потому что, несмотря на довольно большие усилия по подготовке, это и книжки специальные, рекомендации, и презентации, которые доступны на сайте, но до сих пор остаётся какой-то лэг, какой-то недостаток и в проектных идеях, и в преподнесении заявки. Для того, чтобы на территории деятельности компании возникали новые сюжеты, либо новые технологии, мы ежегодно проводим форум социальных технологий, на который как раз выбираем определённую тему года, привозим внешних экспертов, показываем как можно. И для нас это способ вдохновить и мотивировать наши организации думать в этом направлении. Самое сложное, наверное, в работе с заявителями то, чтобы не звать в конкурс любого. То есть, чтобы когда ты с ними работаешь, ты работал со своим заявителем и сразу говорил, если этот конкурс не для них, чтобы быть с ними честными. Потому что набирать большое количество заявок только ради того, чтобы это выглядело красиво, это неправильно. Тогда будет и большое разочарование. Самое сложное в работе с заявителем, с любыми, будь то муниципальные учреждения или же некоммерческая организация, это переломить застоявшийся, устоявшийся у многих подход о том, что мы купим и всё наладится. Вот это вот мечта всех, наверное, тех, кто ведёт грантовые программы, всех грант-операторов, когда, приходя к нам, начнут именно с конечной цели. То есть, с результата, что конкретно мы хотим изменить, с кем мы будем работать, как мы будем работать, а потом уже, что нам для этого нужно. Вторая история, которая, скорее, в неё пытаться могут втягивать сами заявители, а вы скажите, как надо. Ну, как надо написать заявку, каким должен быть мой проект, не проект вообще, а мой проект, чтобы получить эту поддержку. И здесь вот этот тонкий баланс между консультацией, помощью, и нельзя переходить в сторону, рассказать, какая должна быть заявка. Потому что заявка – это всегда ответственность того, кто с ней обращается. Это не ответственность тех, кто им помогал писать, это не ответственность тем, кто оценивал эти заявки, давал рекомендации. Это всегда ответственность того, кто её пишет. И вот здесь вот эта грань очень важна, потому что... Самое сложное в работе с заявителями для меня были часовые пояса, потому что у них был, к сожалению, в доступе мой мобильный телефон, и поэтому я просыпалась вместе с Владивостоком. Самое приятное, я думаю, это благодарность, особенно благодарность, когда им удалось выиграть, и особенно, когда им удалось выиграть в первый раз. Спасибо нашим экспертам, которые сегодня не присутствовали здесь вместе с нами на семинаре, но постарались рассказать своё видение и понимание того, как устроен запуск конкурса и работа с заявителями коммуникаций. Я думаю, что вам было интересно послушать мнение практикующих людей, которые много и давно проводят грантовые конкурсы.